Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Виз Мэн. Сегодня пятница, 26 мая. И сегодняшний день мы будем, короче, вам рассказывать не весь день, но параллельно вот со всеми нашими действиями, что мы кушаем, какие ингредиенты, чего, сколько по калориям, там это все дело, потому что многие спрашивают, а что, какой у вас рацион и всякое такое. Так вот, ребят, начинаем мы, естественно, сначала с водички. Я выпиваю сейчас стакан воды полностью, то есть это 400 мл. Обычно ты два стакана выпиваешь? Я в последнее время что-то не подряд, да, не подряд тоже два. Короче, потом идет вот такой вот смузи. Я сейчас зачитаю ингредиенты. Бананы, шпинат, салат, вода, кунжут, конопляные семечки. Здесь 630 где-то миллилитров. Вот. Приятного аппетита. Не успел у меня смузи провалиться, но на самом деле провалился уже, я заканчиваю работу, у меня есть шпаргалка, Алиса приготовила второй завтрак. Ну, он уже плавно перетекающий в что-то более плотное и калорийное. Это самое калорийное на сегодняшний день. 100%, да. Короче, я буду пользоваться шпаргалкой, потому что здесь сверху, конечно, видно что, но там еще под, то есть тут слои. Короче, гречка, пророщенная, зеленая, бананы, грецкие орехи, цикленные семечки, фундук, изюм, кокосовая стружка, груша, яблоко. Все это вы видите еще на экране с калориями, со всякими покрываниями витаминов и всего прочего, чтобы у вас не было вопросов. Приятного аппетита. На данный момент 1450 калорий. Ребята, пришло время обеда, и Алиса приготовила вот такую вот пищу. Давай, говори, что тут. Ну ты что? Ну говори, говори, говори быстрее, а то лужу встал. Салат и сельдерей. Вот, на экране картиночки с калориями и всякими такими делами. Ну и что вы думаете? Нас так просто отпустила наша собака. Черта с два. Сколько? Мы, наверное, минут 40 потратили, если не больше. Ушли, она раскулилась, разлаялась, на видео было видно, настолько беспокойно была, как вот в тот раз. Хвостом постоянно вот так вот. Да даже сильнее, мне кажется, чем позапрошлый раз. На дверь прыгала, на выключатель прыгала, на стены прыгала. Еще мы поддон поставили между коридором и большой комнатой, и она стала что-то туда лезть. Если бы она туда перелезла, мы вообще в большой комнате вообще ничего не убрали, просто все там валялось. Ну, как бы в ее доступности она могла бы куда-нибудь запрыгнуть, хотя вряд ли, конечно, но все равно. Да, могла, могла. Да, от нервов от своих. Да, плюс к тому она начала стол отодвигать, который вот этот маленький икеевский белый столик, который мы закрываем, дверь входную. Вот, и как бы вообще, ну, короче, она, коза еще та. Раз на раз не приходится. Короче, подождали, пока она хоть как-то успокоится, вернулись в ее спокойствие. То есть у нее, я надеюсь, не отложилось то, что вот, я поскулил, а они вернулись. Но она молчала, когда мы зашли. Да. Вот, короче, едем к Саше. Да, мы ее забрали и едем к Саше. Сейчас она без сумки, кстати. Да, короче, мы так и не поняли, в чем наша была сегодняшняя ошибка, почему она такая была неспокойная. Ну, наверное, реально, не подраконили ее до этого заранее, как бы. Вчера, это было вчера, я думаю? Да, вчера. Вчера, потому что я с ней погуляла, а потом мы ушли. А сегодня получалось так, что я с ней погуляла, и мы ушли только через 2, наверное, часа, да? Да, наверное, она уже поспала, энергию накопила какую-то, и тут мы уходим. И по очереди уходим. Не надо по очереди, надо вместе уходить. У нее два стресса. Алиса уходит, она скулит, я ухожу. Скулит. Короче, ладно, все, едем, едем. Едем к Саше в пробках, естественно. Ну что, пассажир, ты сейчас сидишь, как будто у тебя жопа тощая вообще какая-то. Реально, так впало туда. Слышь, тощая задница. Блин, какая же ты засранка все-таки, горош. Ну ничего, мы пока списываем это на то, что ты щенок. Да. Мы тебя на дрессисикаем так, как куклачев своих кошек не дрессисиков. Сейчас будем кормить ее, потому что время. Потом сами будем кормиться. У нас все с ней по времени, по граммам, по расписанию. Да, все удивляются. Как так, так вообще по граммам? Что-то там даете, всякое такое. Вот у собаки всегда должна быть еда, всегда должна быть вода. Это все глупость, ребята. Ну вы как бы еще имеете в виду, что вообще-то у нее проблемы с кишечником-то? Это раз. Тут мы лекарства вообще даем по времени. Но если ей дать сколько она съест, она съест и завтра умрет, например. Ромально. Да, у нее будет заворот кишок и всякое такое. Поэтому у нас тут все не просто строго, у нас все по уму. Слушай, прижал. Ты пойдешь? Пойдем? Что испугалась тут? Спала всю дорогу, полчаса. Что, может на крыше пусть постоит поесть? Вот она. Дурында наша. Не будем, Гриша, отпускать? Конечно. Платеньки. Платеньки. Я только... Пофоткал на Гелиус. Чуточку. Штучки-дрючки. Мой телефон упал. Гороша два раза описывалась здесь, потому что мы решили напоить ее перед этим хорошенечко. Я вообще не понимаю, Гороша, какого фига ты сейчас тут на ногах сидишь? Давай-ка это, с тристотовой. Слышь, морда. Все, она что-то, короче, не игривая, да? Только что играла, пять минут назад. Она спать захотела. Хороший, хороший. Только... Блин, как бы пульт управления от тебя получить? Мне кажется? Или мне кажется? Домик. Дерезно. Послушная какая собака. Четко на своей подушечке лежит и не дрыгается. Мы приехали к Табрису. Алиса сейчас пошла за молоком. И едем домой, потому что мы вам вчера обещали трансляцию. А сейчас уже времени без пяти девять. Кстати, слушаю «Маяк». Сейчас Василий Стрельников. Василий Стрельников – это для меня тоже человек многозначащий, потому что в свое время слушал его подкасты, шоу, участвовал сам в подкастах на russianpodcasting.ru. Вот. И даже Василий Стрельников упоминал меня, мои подкасты в своих подкастах. Было дело. Пел песни о том. Всякий Russian Podcasting, блюз был такой. Уже, наверное, нигде это ничего не сохранилось, не знаю. Я надеюсь, ты завтра спокойно останешься дома. Потому что с собой тебя возить вообще, ну, не вариант постоянно. Постоянно нельзя, надо приучать. Просто оставим, походу, и уйдем. Камеру даже не будем включать, чтобы и не видеть это безобразие. Ну, они совсем обнаглели. Чего? Уже 230 рублей стоит молоко. А, молди. И задорожил про теперь. Ну, как, ну, смотря где опять же брать. Так и что там, все-таки? Нету там, нету там B12, кальций. А, ну все, окей. Это мы сейчас про B12, про кальций и витамин D. Мы вам еще телегу прокатим одну. Короче, это, надо в метро ездить. Просто я сегодня карточку забыла дома в метро. Да и Глана гороши свою не взяла, блин. Горош, ну ты как могла-то вообще, а? Короче, это салат. Вечерний наш ужин. Самое простое. То, что было дома, то накидали просто салат. Я записала тут же, блин. Вся, на самом деле, проблема в том, что нужно было все взвешивать. Это все очень сложно и долго для меня. Итак. Тофу, перец красный, сельдерей, базилик, огурец, помидор, салат и чеснок. Отличненько. Ребята, теперь вы сможете посмотреть еще раз ингредиенты на экране, калорийности, витамины и всякое-всякое. Дальше больше. Точнее, дальше заключительный уже наш прием пищи. Увидите со всеми подробностями. Да? Да, все, кушаем. Кушать! Пу-да! Садитесь, жрать, пожалуйста. Ну что, ребята, мы уже погуляли с горошей, побегали, немножко вымотали ее, пришли домой. Сами вымотались. Да. Вы видели, в принципе, что мы кушаем в течение дня, какие калории мы покрываем. То есть, моя норма там, ну, минимальная, это 2400 калорий. Я набрал же... Ну, Алиса мне набрал. Я не могу говорить, что я набрал, потому что у меня есть шеф-повар, который 2600 мне накатил. Вот. Мы сейчас еще все это дело накроем печеньками с молоком. Да. Ну, это такой, сегодняшний рацион был, наверное, самый такой простой, который вообще... Ну, да. То есть, мы особо ничего не готовили, тупо... Да, согласен. Да. Все практически сырое. Потому что, да, бывает же, мы всякие еще там запеканки делаем. Да, да, да. Я хотел по поводу В12, витамина D, витамина E сказать, что да, там в табличке их нету, потому что В12, например, ну, его можно... Например, в обогащенном молоке потреблять, то есть, ну... Да, точно. Я представляю, что тебе там будет под видосом. В комментариях? Пишите, что хотите, ребят. Вам это не изменить. Все, до завтра. ПОКЕДА! Субтитры сделал DimaTorzok